Третий сломали. Дело не в этом. Ну ладно, забрал эти мелочи. Зачем это ломать? Замки здесь ломают часто, а вот полностью алтарь Святого Георгия, или как его называют осетины у Астерджи, разрушили впервые. В ночь с 11-12 июня неизвестные буквально по камню разобрали кладку. Для Чермина Хинчагова, который почти 20 лет ухаживает за этим местом, такое варварство стало личным ударом. Это, конечно, для меня это был шок. Я просто присел, подумал, кто это мог, как, за что. Может быть, это специально, чтобы, так, знаете, вот, может быть, они думают, что это не русские, опять что-то здесь надумали, или и так далее. Ну, всякие мысли. Потом, когда я успокоился, ну, слов нету. Это не люди. Место в честь у Астерджи в Грузии и Южной Осетии традиционно обустраивают возле источников рек и родников, расположенных по дороге путников. И когда в 1998 году был освящен славянский родник, было принято решение устроить возле него и алтарь Святого Георгия, покровителя путников, мужчин и воинов. В 2002 году отец Анатолий осветил и его. А в 2015-м Приморская Осетинская диаспора приняла решение обустроить это место по всем правилам. Два года понадобилось Чермену Шакроевичу, чтобы облагородить территорию вокруг святыни. Вандалы разрушили алтарь всего за несколько часов. Это все разломали ломами, кувалдой. Естественно, это не перфоратором, ничем. Это человек четыре. Хотели вообще дальше, но, видимо, времени не хватило. Там арматуре даже разломали, все это подпилили ножовками или там что как. И бросили потом все это. Скорее всего, целью хулиганов были пожертвования. Тут многие на удачу оставляют монетки. Однако этого ворам оказалось мало. И они, по всей видимости, решили вырвать металлические детали. Задуманное им не удалось. Помогли либо энергия этого места, либо мастерство строителей, которые сделали свою работу на совесть. Естественно, это восстановлю я с помощью друзей, земляков. Славянские многие помогают. Все меня поддерживают в этом деле. Но, понимаете, я вот если опять что-то... И вообще, когда землю мы оформим, я хочу здесь получше, покрасивее сделать. Что-то там поставить такое, чтобы люди могли сфотографироваться. Они и так фотографируются все. Поэтому будем стараться все восстановить обратно. За последние два года территория вокруг родника изменилась до неузнаваемости. Теперь тут останавливаются набрать воды, да и просто отдохнуть множество людей. Единственное, о чём просит Чермен Шакроевич всех посетителей родника – не оставлять мусор и относиться с уважением к святому месту и чужому труду. Юлия Ульянова, Олег Кудинов. Новости Славянки. Юлия Ульянова, Олег Кудинов. Новости Славянки.